всем привет нас опять дождь холодно мы я в залетке настя кожаной курточки видим job c отвозить моё письмо которое заполнила да я не знаю я не помню чтоб когда-то летом была такая погода вообще холодно ну ладно был бы просто дождь так еще и холодно в общем вообще погода не радует хотели поехать другой город ну как мы теперь поедем по такой погоде понятно можно взять зонтик но это все равно не то такая погода хорошо как там нам написали а я в это время там дома сериал смотрю на диванчике лежу вот это хорошо такую погоду осенью но никак не в конце июля ну вот ой волосы вьются на погоду отвезли письмо пособия мне не пришло как мы и предполагали что будем жить за деньги насти в долг потом надеюсь мне когда-то выплатят и я смогу ей их отдать най 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 раз насти к нам сегодня подошли попросили день я там видео постоянно как будто я не знаю у нас наверно не знаю какие-то миллионы дождь пошел в волосы там вот у меня кто попадет без зонтика на то что моего то что я видео сказала най най это я говорила человеку который просил у нас деньги вот два пакетика зашли в лидл придем домой покажем что же мы купили на одно пособие будем выживать это сейчас скупились ничего не купили ну короче потратились дальше будем выживать дома сейчас вам покажем что же мы приобрели на 49 евро чем лидл никогда не бываем это так случайно обычно 27 центов это из-за джоб центра яйца до 3 евро я сейчас не забываю 2,7 евро я имею ввиду из-за джоб центра пошли в лидл потому что были в центре но это и так просто зрителям лучок это евро 29 лимоны честно не хочу называть на все цены просто общую сумму я сказала 49 евро картофель самая выгодность на что было это вот 6 евро нас это как получше килограмм до восьмого нормального нормально килограмм не 800 грамм ну практически все равно нормальная цена есть свинина да огурец 79 центов огурец 2 это я потом покажу пакете или тоже листья салата руккола крок-крок дорогой кстати я в шоке евро 59 ледочка такая 85 большой вот такой хлеб разрезали бананы насти захотела это мало было поэтому соус такой в зале кофе 86 десанты блин я посмотрел 8 очень сильно захотела именно в банке не знаю я кстати первый раз вижу именно здесь вермании такое 0,5 объем большая баночка 89 центов вообще не выгодно ну не выгодно но есть и стеклянные и так дальше сейчас все будут в шоке сейчас я такую пирамиду сделаю чисто когда получили одно пособие но раз два три четыре ладно поставлять ну скидка нереальная но 250 просто поймите в 50 процентов скидка так оно 5 евро стоит ну да действительно вкусное мороженое вот это вкусное не всякие там макфлори мы так взяли в морозилку вместо всяких сладостей я думаю нормально ну 250 да чего не взять это мороженое реально конечно десятка оно уже стоит 6 евро обычно до 6 короче какая ситуация все на 49 мороженое отминусовываем 10 евро остается 39 евро на 5 и плюс еще я зашла тоже 10 подожди можно я договорю я хотела просто сказать что наверное не все так сейчас догадаются просто глядя на эти продукты что же мы хотим приготовить но я вам скажу что окрошку да да вы здесь не видите колбасы вы не видите здесь курицы ну филе куриного но мы то что вспомнили что у нас в морозилке есть целая пачка креветок целая тигровых креветок вкусных 10 евро тоже была скидка нереальная так вот да что я вспомнила эту окрошку с морепродуктами то есть с тигровыми креветками это невероятно вкусная окрошка это намного вкуснее чем с насом с курицей там я не знаю с колбасой просто нас еще никогда не пробовала но попробует потому что это просто нереально вкусно я ела очень очень давно но мне запомнился этот вкус ну рецепт можем снять ну да покажем конечно покажем а так все ингридивенты идут те же что и на обычную окрошку то есть картошка лук укроп яйца один раз да один раз сестра то очень очень вкусно давай ребята смотрите что я хотела сказать в дм я зашла вообще малом выбора болея или как это правильно выбрала значит для пошкодженного волосся вот такую масочку маленькую я брала когда-то такую же баночку только синяя вообще класс у меня волосы реально были мягкие и не сухие а почему ты потом не брала а брала только какие-то средства потому что мы жили далеко дм поэтому она в центре а поехать не забыла поэтому вот взяла такую масочку для пошкодженного волосся попробуем не знаю стоит два три евро 290 подожди давай подположим взяла еще открыл морозилку на вот это какое будет все зашла значит хотела набор взять но не было потом посмотрела что тоже для пошкодженного волосся бальзам потому что девочки писали я сама лично знаю что конечно надо покупать и бальзам и маску и кондиционеры и так и далее да маски мало одно особенно для моего для моего для моего для моих волос это мало поэтому пока что взяла вот такой выбора не было но пришлось взять что-то подобное дезодоран взяли тоже дорогой все это кстати 9 чем-то до 10 евро я в шоке ничего вот так два три в общем 60 евро вы наблюдаете на этом прекрасном столе что я могу сказать я не знаю это хорошо ну как хорошо минус сейчас машинка поломалась на стиральной да я написала человеку русскому немцу который нам привозил ее в прошлый раз зимой или когда мы там ее покупали я уже не помню он занимается тоже ремонтом стиральных машин и он правда в отпуске но я ему скинула видео надо и он смотрит он что ответил он что-то ответил я ее на джим поставила он говорит ладно с этим разберемся попозже просто да действительно сейчас просто одно пособие на двоих вот и надо как-то рационально все делать но честно это не рациональная покупка вообще всех продуктов кроме нас ну и кроме кофе все остальное можно как-то конечно по-другому питаться экономить ну да если сейчас стиральную машинку чинить то это будет проблемка либо вам выйдет проще купить уже новую зависит но опять таки кто ее вывезет за какие деньги кто ее вывезет это тоже проблема ну придется найти человека найти того кто выгрузит но он в отпуске но он сейчас ты там что-то на джим сейчас решим этот вопрос и еще конечно же с вами включимся все дегустируют уже мороженое вот так там даже карамель внутри есть да вот ничего себе вот видишь вот за 2.50 даже лучше чем макфлури да вкусно ну ора лучше конечно это тоже вкусно ора лучше я бы не сказала ну тут карамель печенька это печенье типа или что это я не пробовала это конфеты да 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 я поняла да не вкусно советую ребята реально очень вкусно я советую когда скидка оно стоит 2.50 с сегодняшнего дня и до пятницы по моему так что все знайте берите на заметку ребята вот все креветочки отварились готовы для окрошки просто реально такая цена за эти креветки это просто ну смотрите какую вам большую показательную так оно стоит того оно пахнет реально морепродуктами реально я не знаю это шары они реально вкусные вкусные вообще люблю креветки особенно если они реально вкусные мы собираемся любили ангаретка которые ну да но их тоже не стало но они больше так ну просто их кстати нет да их нет их убрали а поставили вот новые вот реально у кого есть вот азиатский магазин заходите смотрите на морепродукты там есть мидии креветки раки ну раки не очень а вот креветки мидии вкусные в их это правда это намного вкуснее все костинины курятины я не знаю в воде колбасы с туалетной бумаги да а сейчас я покажу что же Аня делает для крошки мидии ну чтоб все знали сколько всего не надо не надо ну хорошо давай покажем когда ты туда закинешь тогда покажем что туда идет просто да и все все включится тогда ребята посмотрите скажите так ребята все крошечку Анечка сделала смотрите какая у нас классно креветки креветки а что сделала ты тоже нарезала эту тушку да быстрее сколько креветок они кстати на камере не такие как живые они вообще красивые да красивые очень я советую делать окрошку попробуйте тот кто писал очень интересно и может быть даже странно писали как это на майонезе окрошка попробуйте сделать с майонезом можно со сметаной ну да кто как любит ну конечно креветкам больше бы гармонировала сметана но мы с майонезом в общем это очень очень вкусно должно быть вам приятного аппетита вам на заметку такой вот рецептик да так что все спасибо всем за просмотр этого видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал пишите комментарии будем очень рады всем пока